Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Профессиональный опыт, полученный на Донбассе, она считает бесценным и рекомендует такие командировки всем коллегам. Под председательством премьер-министра республики Мурата Аргунова прошло совещание в формате видеоконференц-связи с руководством ПАО «Газпром». Вопросы обеспечения бесперебойного надежного газоснабжения потребителей республики и увеличения объемов поставок газа на курорты Карачао-Чрикеси стали ключевой темой совещания. О необходимости запуска дополнительных объектов газоснабжения в республике шла речь и в ходе недавней встречи руководителя региона Рашида Тимрезова с председателем управления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках реализации их договоренностей на составшемся в Доме правительства республики совещании был поднят вопрос эксплуатации газопровода высокого давления «Зеленчук-Архиз-Дука» протяженностью 62 км. АГРС «Зеленчук-2» и газопровода ТРЗ «Красный Восток» протяженностью 58 км. По итогам обсуждения стороны разработали комплекс совместных мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию АГРС «Зеленчук-2», подключение к газоснабжению которого планируется в следующем году. В правительстве республики обсудили и разработку мастера плана развития туризма. Вопрос рассмотрели на совещании в формате видеоконференц-связи с Минэкономразвития России. Туризм в регионе является одним из ключевых направлений социально-экономического развития региона. За последние годы наблюдается устойчивый рост туристического потока в среднем на 15%, что по итогам прошлого года составило 1 млн 749 тысяч человек, отметил премьер-министр Корчаевича Кеси Мурат Аргунов. В рамках плана будет проводиться дальнейшая работа по созданию туристской инфраструктуры с учетом определения функционального зонирования территории и единого подхода к архитектурным решениям. По итогам совещания принято решение включить в план благоустройства территории Софийской поляны. В Малом зале Дома правительства прошла встреча со стипендиатами правительства страны под председательством министра образования и науки Республики Инны Кравченко. Она поприветствовала всех стипендиатов, пожелала им успехов, творческих достижений, побед в Олимпиадах и конкурсах, плодотворной работы, конструктивного обмена опытом и мнениями, новых совершений и достижений. Также вручила им благодарственные письма Министерства образования и науки Республики. В первую очередь каждого из вас я хочу поблагодарить за высокие достижения в учебной деятельности, за то, что каждый из вас является победителем, призером республиканских, региональных, национальных, всероссийских Олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, за то, что вы не останавливаетесь на достигнутых успехах и достижениях. И, конечно, у каждого из вас, мы все прекрасно понимаем, сложится по-своему своя профессиональная деятельность. Ряд крупных предприятий Карачао-Чекеси планирует нарастить объем производства и создать новые рабочие места. В их числе компания Бумфа Групп, которая в нынешних социально-экономических условиях не просто сохраняет свои позиции, но и увеличивает объемы производства и продаж, создавая при этом новые рабочие места. Генеральный директор фирмы Аслан Шибзухов считает, что в нынешних условиях экономического кризиса вести деятельность непросто, и, тем не менее, они адаптировали к новым условиям. Что касается рабочих мест, то они сохранены в полном объеме. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ, Карачаево, Черкесск, Энерго завершили ремонт оборудования на шести подстанциях. От стабильного функционирования энергообъектов зависит надежность электроснабжения около 30 тысяч жителей и почти 40 социально значимых объектов республики. В частности, ремонт оборудования проведен на подстанции 110-106 кВ, которая обеспечивает электроэнергией два населенных пункта региона и служит основными источниками электроснабжения для крупного социально значимого объекта Кавказских минеральных вод. Жители столицы Карачаево-Черкесии могут привиться от COVID-19 назальной вакциной в прививочных пунктах Черкеска. Как и предыдущие версии вакцины, спутник ВИ состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в Черкесской городской поликлинике и лечебно-реабилитационном центре. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева начала работу студенческая студия радио и подкастов, являющаяся проектом-победителем грантового конкурса «Росмолодежи». В рамках проекта на базе ВУЗа создана радиостудия, которая параллельно работает и как студия для подкастов. В формате радио ведущие освещают работу университета и участвуют в информационном сопровождении всех мероприятий. Ведущие приглашают гостей, которые делятся опытом, либо обсуждают актуальные темы и проблемы. Корпуса университета оснащены звуковым оборудованием для вещания, рассказал руководитель проекта Аслан Гирюгов. Студия будет проводить подкасты на самые разные темы. Участниками станут известные гости и преподаватели, которые представляют различные факультеты, и рассказывают о темах, которые не затрагиваются на занятиях. Формат выступления отличается от привычных лекций, что привлекает большое количество слушателей. Студенты же пробуют себя в роли радио-ведущих. Сейчас в рамках проекта проходит работа пятидневной школы по основам радиовещания, по итогам которой лучшие участники получат возможность стать командой. В корзина галереи Черекеска впервые проходит тактильная музейная выставка по темным переулкам истории. Проект победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. На ней будут представлены 30 объемных тактильных экспонатов. Для каждого из них подготовлены таблички шрифтом Брайля. Стол для экспонатов оборудован перилами. Зал оснащен напольной разметкой для слабовидящих. Информацию комментирует председатель Карача-Чикесского отделения Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. Цифровые технологии сейчас настолько позволяют даже незрячим людям представлять окружающий мир. И вот 3D-тримитры, 3D-технологии, конечно, позволяют не только то, что описание – это одно, как говорят, технокомментируемое. Но когда человек своими пальцами ощущает объект, ну, даже любой, это очень здорово. Ну и последняя информация. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» прошло спортивно-досуговое мероприятие «Остров-сокровище» для детей мобилизованных граждан. Участники квеста, учащиеся школой номер 11 по старинной карте, преодолев болото, овраги, стремительные ручьи и другие трудности, добрались до клада с сюрпризом. Наградой за все испытания для ребят стала большая аппетитная пицца в уютной теплой пиццерии. Кроме того, ребята, успешно прошедшие туристские испытания, были награждены значками «Юный турист третьей степени». Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению оригинальных синоптиков, завтра по Республике ожидается переменная облачность. Утром в горах небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Туман. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В горах местами плюс 3,8 и утром в горах местами на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 12 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск про Виларита Нерова. На правах рекламы. Паралундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2,96,58. Спешите узнать тайну пирата. Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Оборганизация логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте mintrans.gov.ru Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!